Приветствую вас! Вы, конечно, задаёте довольно интересный вопрос, я думаю, что нужно отнестись к нему серьёзно, вот, несмотря на то, что вы задаёте его, ну так, довольно, как так, довольно градко, то есть как будто бы он вас не особо и задаёт вопрос, ну обычно так уж принято читать, да, что если человек задаёт вопрос одной строчкой, то, наверное, его это всё не так волнует, и так, и так всё это его беспокоит, раз он, там, ну, задаёт вопрос вот только буквально одной строчке, да. Вот, я думаю, что отнестись к нему серьёзно. Итак, вы говорите, как научиться брать, если умеешь только одновать? Здесь, во-первых, нужно сказать так, что вы умеете только отдавать в силу ряда причин. Эти причины, они вас связаны с вами, конечно же. Какие это причины? Ну, во-первых, конечно, это воспитание, это семья ваша, это то, как вы были воспитаны, это то, как вы позиционировали себя, это то, как вы сформировали свои ценности и так далее. То есть, это такой, ну, довольно, довольно серьёзный процесс, который сформировался не один год и так далее. Значит, во-первых, чтобы брать, нужно разрешить себе хотеть. Как это не парадоксально звучит? Чтобы брать, нужно уметь позволять себе какие-то вещи. Чтобы брать, нужно принимать себя такой, как а выезд. Вот эти вещи нужно делать для полов, чтобы брать. Как видится мне, что вы отдаёте, потому что родители вас так приучили. К тому, что если ты отдаёшь, если ты отдаёшь, то ты, значит, нужен. Если ты полезен, то, значит, всё в порядке и можно спокойно выстраивать отношения. Так вас, скорее всего, воспитали родители. Надо сказать, что они для своего времени воспитывали вас, ну, относительно правильно, конечно. Просто потому, что по-другому они, скорее всего, не умеют. Не умели, не умеют, их не научили по-другому. У них нет других ценностей. Но вам сейчас нужно смотреть в сторону других ценностей, современных ценностей. Что не в полезности, сейчас самое главное, а в собственной ценности. Что я ценен сам по себе, а не тем, что я полезен для других. Как быть ценным самому по себе? Быть ценным самому по себе означает, во-первых, чёткую систему ваших жизненных ориентиров. Отсутствие страхов, отсутствие сомнений в себе и понимания, с чего вы хотите. Я более чем уверен, что если вы только отдаёте, как вы говорите, то, скорее всего, вы боитесь остаться в одиночестве. Я уверен, что если вы только отдаёте, то, скорее всего, вы обладаете определённой неуверенностью в себе. Наконец, я уверен, что если вы только отдаёте, то через других людей вы пытаетесь как-то реализоваться. Через других людей вы пытаетесь наполнить себя, а внутри у вас пустота. Я тоже более чем уверен, что вы не можете находиться наедине с собой. Вообще, человек, как человек, который отдаёт, он не может находиться наедине с собой. Потому что ему нужно постоянно оформлять себя другими людьми. Я также более чем уверен, что вы в некоторой степени подвержены общественному мнению. То есть, я уверен, что этот факт есть, но я не уверен в том, насколько явно он проявляется. Вполне вероятно, что сейчас, слушая, например, мою аудиознательность, первая ваша реакция будет сказать «нет». «Нет, я независима, нет, я слушаю только себя, и вообще чужое мнение меня не волнует». Если так, то хорошо. Если так. Но, ещё раз повторю, у меня есть основания сомневаться в том, насколько это правда. И не потому, что я думаю, что вы пытаетесь обмануть нас или меня, а потому, что это действительно тяжело признать. Тяжело признать, что мы или кто-то из нас зависим от мнения окружающих. Это действительно сложно. Поэтому я думаю, что вот эти вот моменты, неуверенность в себе, непринятие в себя, вдох одиночества, неумение находиться на едине с собой, подверженность общественному мнению, оформление себя через других людей. То есть, вот, как бы другие люди вас делают, да? Вот это всё составляет основу для того, что вы умеете только отдавать. Когда вы отдаете, когда вы жертвуете собой, когда вы надламываете, когда вы ломаете себя для другого, вам хорошо. Это привычно. Почему? Потому что, скорее всего, в детстве родители стимулировали вам только такое поведение. И только такое поведение в глубине души вы считаете единственным для себя возможным. Другому вы не умеете, к сожалению. Ну, этому можно научиться, естественно, если у вас есть желание этому учиться. Можно кому-то научиться, конечно, и с уверенностью повышать свою ценность, то есть, вот, учиться видеть в себе ценности, работать над своим личным пространством и тем, что его составляет. Вот что такое личное пространство? Давайте начнем с этого. Что такое личное пространство? Личное пространство – это то, что принадлежит только мне. Вот. Давайте подумаем. Что вам принадлежит? Что ваше? Ваше. Только ваше. Ни родителей, ни друзей, ни вашего партнера, любовного, если есть, или личного партнера, ну, любимого человека, скажем так, да, и так далее. А именно ваше. Что ваше? Какие у вас ваши собственные увлечения? Иными словами, чтобы научиться любить, чтобы научиться брать, а не отдавать, не только отдавать, нужно делать что-то для себя. Вот, в принципе, такая вот нехитрая, нехитрая получается картина, нехитрая получается ситуация. И вы можете сказать, ну, на словах все просто. Знаете, я с вами здесь соглашусь. На словах, действительно, всегда все просто. Но, понимаете, в чем дело, в зависимости от того, где у вас скрыта проблема, вот именно сейчас, именно у вас, то есть мы пока не знаем, где у вас скрыта проблема, вы о себе ничего не рассказали практически. И вопрос, получается, вы задаете очень общий, очень общий вопрос, да, вот, но в зависимости от того, где у вас проблема, то есть что именно вам не хватает, чего именно не хватает вам для того, чтобы почувствовать себя вот той самой берущей, да, а не только отдающей, а не только отдающей. А нужно выяснить, что это первое и второе. Для чего вам, для чего вам, брат, вы хотите научиться, брат, чтобы что? На мой взгляд, это тоже очень-очень важный момент. Потому что вот вы отдаете, и вам пока так хорошо. Я не могу сказать, что это однозначно правильная позиция. Может быть и нет. Но вы так привыкли. И я уверен, что отношения с людьми вы строите так. Так вот, по такому привычному сценарию скажем. Но, если вы надеете вносить коррективы в свое поведение, то ситуация может быть, может иметь последствия. И, в первую очередь, здесь можно говорить про последствия такие, что люди вас просто-напросто не будут принимать. Ну, то есть вас будут отказываться принимать. В такую вот новую ипостасию. И вы можете разочароваться в людях на самом деле. Мне бы этого не хотелось. Мне бы не хотелось, чтобы вы как-то вот разочаровывались в людях. Потому что, ну, в каждый концов, люди ждут от вас определенного поведения. Мне кажется, что это будет для них довольно сильным дезонантом. Если вы поменяете свое поведение очень резко. Поэтому постарайтесь действовать последовательно. Постепенно и поступательно. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Делаю вам всего самого доброго и удачи!